Так как Инадав и Авилу были большими знатоками Торы, они решили, что существует заповедь помещать на жертвенники еще один огонь, кроме данного свыше. Они вывели этот закон в присутствии Моше. Несмотря на то, что их аллахическое решение было правильным, они заслужили от неба смертную кару, потому что нельзя окончательно формировать вот эту заповедь в присутствии своего учителя, не посоветовавшись с ним. Не присоединившись к нему. Ты не можешь подняться выше учителя никогда. Эта иерархия, она до полного исправления, не знаю, что там потом. Вот это важный момент, да. Почему? Ну, вот то, что ты не можешь подняться выше учителя. Так это же хорошо. Тебе из-за кого уцепиться? Они хотели подняться выше учителя, грубо говоря. В тот момент, когда ученик не может справиться с тем, что он желает подавить своего учителя, в этот момент он сгорает. А ученик желает подавить учителя? Да, конечно. Да? Да. Уа! Это еще все впереди. Вот это. Подавить учителя. Ну, мы это проходили, так что... Подавить учителя? Это вы под это вкладываете что? Что знать больше? Неудовольствие, критика, отторжение, когда наконец-то он умрет, и мы займем его место. То, что вот говорится здесь. Надо поверить. Это все естественные свойства должны раскрыться. Должны раскрыться. И в соответствии с этим надо действовать. Вот видите, мы уже достигаем точного объяснения этому всему. А скажите, что с ними делать? С этими свойствами, которые раскрываются в ученике по отношению к учителю? Вот с этими ощущениями что делать? Не знаю. Ну, это, конечно... Нельзя говорить. Нельзя говорить. Нельзя. Очень многие думают, что я не вижу, не понимаю, не слышу. Нельзя вмешиваться, чтобы не лишать свободы в воле. Ведь они... Ты понимаешь, если человеку это заранее раскрыть, он будет поступать так, как ты ему скажешь. Ну, для чего же тогда он существует? У него не будет своих анализов, своих выяснений, своего исправления души. Ты у него крадешь его эту жизнь. Вот скажешь ему что-то лишнее, все. От этой жизни воровал кусочек. Он должен будет восполнять это в следующий раз. Поэтому есть такие состояния, когда, я не знаю, все бы отдал для того, чтобы что-то сказать, и в то же время обязан молчать. Конечно. Так что... А такие, тем более, состояния... Вот тебе пример, что Муше и Арон ничего не могут сделать. Мы вдруг подошли к понятному раскрытию вот этой ступени над Ава-Авио. Вот вдруг сейчас как-то вдруг щелкнули. Сыновья всегда должны так думать. Без этого они не поднимутся. Что они ждут, когда эти умрут, и мы поднимемся выше их. Без этого нет прогресса. Эгоизм, он только так и наставляет человека. Тогда так. Если вы не можете сказать... Более того, даже, может быть, ждет смерти, даже, может быть, как-то, ну, планирует, что будет после того, как он умрет, его учитель, что он сделает с этим. Это все естественные свойства. Тогда вопрос такой. Не что делать, хотя такой же вопрос. Как работать с этими свойствами? Вы можете сказать, как работать с ними? Вот возникает это вот ощущение. Готовиться к тому, чтобы занять его место и стать выше. Это называется работать с этим ощущением? Да. Только в правильном виде готовиться. Они же не подготовились. Готовиться – это значит собирать такую команду. То есть, ну, это группа, это объединение, это... Но понимать, что когда уходит учитель, он поднимается на следующую ступень, он освобождает тебе место. Ты должен быть готов. Да, это же не смерть, это возвышение на следующую ступень. Значит, ты должен быть готов, чтобы занять следующую эту ступень за ним. Вот и все. Ну, как я понимаю, у вас это почти ощущение было почти сразу. Если вы принесли сразу магнитофон, стали записывать все записи. То есть, у вас было это состояние? Я не думаю, что было. Меня подталкивало к этому. Это было уж так сорганизовано свыше. Я не отношу это к себе. Но ощущение того, что... Я пришел заниматься к человеку, которому 73 года. Ну, сколько может протянуть мужчина? Ну, еще пять лет. Ну, я не знаю, сколько. Ну, десять. То есть, кроме него в мире уже ничего нет, никого нет. Я уже прошел по стольким каббалистам, что я понял, что учиться не у кого. Я уже просто сидел и сам читал со своим товарищем. Мне к никому было ездить. То есть, где мы только не слышали с разных сторон. Восточные каббалисты, западные каббалисты, всякие школы. Мы ничего не могли найти. Ничего. Мы ездили везде. И поэтому тут вдруг я напал на такое, что тебе объясняют научным языком. Ну, что говорить? Все понимают, как написано Талмуд и Зарасферот. Или это учение о десяти сферотах. Или там все остальные статьи. Это же научные статьи. Это же все просто... Надо немножко понять язык. Надо немножко адаптироваться к нему. Ну, в общем, это то, что нет ничего другого в мире. Как-то все остальное – это мелкие поиски какого-то человечка маленького. Точно. Блуждающегося там. Поэтому я сразу же, конечно, начал записывать все. Я рвал. И учиться-то, в принципе, не у кого было. Только у него или там еще был один его помощник. Но который преподавал в очень таком... Как бы... Логическом. В жестком виде, да, логическом. Подавлял... Подавлял желания. И возвышал разум. И это то, что Рабаш, мой учитель, не терпел. И, кроме того, тот слишком много объяснял. И поэтому так было сладко его слушать, потому что просто лилась мудрость. Каким образом в нашем миру управляют высшие силы. Как они взаимодействуют. Как они все двигают. Он тебе это все говорил так просто, так просто, так свободно. Когда Рабаш это слышал иногда издали. Что он говорит? Он закипал. Закипал. Как-то так можно себе позволить это. Чтобы все раскрыть, да? А тот все-таки очень жаждал почета, уважения. И не мог тебе этого преодолеть. Поэтому вы говорите, что Рабаш немного объяснял. Он все время говорил, думай сам, делай сам. Немного, немного, немного. Но когда я уже приходил к нему с догадками, то тогда... То есть ценил вашу работу, да, в принципе? Работу ученика. Должен сам в себе все раскрыть. Это мучительное, конечно, постепенное раскрытие каждого свойства, каждого действия духовного. Каким образом оно происходит за всем происходящим здесь с нами, в истории, в этой космологии, во всей. Оно должно раскрываться все-таки учениками самими. На самом деле, я хочу все-таки вас еще более, немножко в грамматическую часть ввести. Все-таки здесь Надаф и Авию, которые как бы хотели, как мы говорим, смерти своих учителей, чтобы занять их место или пойти дальше, ну, смерти в понимании духовном такой, все-таки они удостоились смерти сами. То есть они эту стадию не отработали. Да, но в принципе, на левой линии желать смерти учителя естественное свойство и состояние ученика. И вся работа – это привлекать правую линию. Да, и тогда уже сливаться с ним. Понимать, что только в нем и через него у тебя будет эта инфузия. Получение высшего света. Как исправление, так и наполнение. Вот это, собственно, и есть работа. Да. То есть все время подталкивать его своими вопросами. Тыкаться в него, как вот щенки тыкаются в соске матери. Ну, да, хорошо. Вот так. То есть происходит все время внутренняя война внутри ученика. Это правильно или нет? Внутренняя война. То есть с одной стороны я хочу занять место, с другой стороны я привлекаю, как мы говорим, правую линию. То есть без него я не могу. Должно прийти постепенное сознание, что вся твоя жизнь происходит через него. Вы когда-то, как сказали, очень интересно по поводу вашего учителя, Рабаша, это еще в первом фильме, который я снимал, вы сказали, что вообще все кровообращение, вся жизнь твоя проходит через учителя. Ты доходишь до такого состояния, что все. Да. Большое дело. Ну, это так устроена вся система.